Российские женщины заслуживают лучшего момента решетка мета. Леонид Бершицкий, Блаамберг, США, 8 марта 2018 года. Движение решетка мета, наконец, достигло России. К сожалению, в России оно приняло весьма печальную форму, если рассуждать с позицией женщин, столкнувшихся с сексуальными домогательствами, и всех тех, кто их поддерживает. Нынешняя атмосфера в России является благоприятной для разного рода злоупотребления властью, а скандал, разразившийся в парламенте, указывает на то, что в ближайшее время ничего не изменится. 22 февраля антикремлевский телеканал «Дождь» сообщил о том, что Леонида Слуцкого, главу Комитета Государственной Думы по международным делам, обвинили в сексуальных домогательствах к журналисткам. Однако обвиняемый сразу же перешел в нападение, раскритиковав своих обвинительниц за то, что они скрывают свои имена. Попытки сделать из Слуцкого русского Харви Вайнштейна больше всего похожи на дешевую, низкопробную провокацию, написал Слуцкий в Фейсбуке. «Если у кого-то есть ко мне претензии, то пусть эти люди выскажут их мне в лицо». Разница между реакцией Слуцкого и реакцией мужчин на Западе, где извинения со стороны влиятельных мужчин являются обычным явлением, хотя порой они сопровождаются отрицанием вины, поражает. В России Слуцкий сумел вызвать больше сочувствия, по крайней мере со стороны тех людей, которые играют ключевую роль в поддержке его политической репутации, чем его обвинители. В комментариях к его посту в Фейсбуке, они уже удалены, один депутат даже предложил взять пару журналисток на себя, если Слуцкий разделит вину со всеми членами Комитета по международным делам. На следующий день женский клуб Госдумы, женщины-депутаты, выступил с заявлением, в котором он обвинил репортеров в попытке запятнать имя Слуцкого, не называя своих имен. После этого обвинительницы решили раскрыть свои имена. Екатерина Катрикадзе, грузинская журналистка телеканала «Ртве», заявила, что в ее случае на время интервью Слуцкий запер на ключ дверь своего кабинета, прижал ее к стене и попытался ее поцеловать. Продюсер «Дождя» Дарья Жук обвинила Слуцкого в том, что он насильно ее поцеловал и пытался ее потрогать. 6 марта Фарида Рустамова, которая работает на русскую службу ББЦ, обнародовала то, что на Западе неизбежно стало бы смертельным ударом. Она обнародовала аудиозапись ее беседы со Слуцким, состоявшейся в 2017 году. Тогда она включила диктофон, чтобы записать его комментарии. Слуцкий назвал ее «кральчихой», предложил ей работу и попросил ее уйти от ее байфренда, чтобы стать его любовницей. После того как Рустамова попросила его не распускать руки, по ее словам, он дотронулся до ее лапка. Слуцкий ответил, «Я руки не распускаю, ну так если, чуть-чуть». Кто-то может подумать, что этого вполне достаточно для того, чтобы даже самые черствые российские депутаты выступили против Слуцкого. В данном случае злоупотребление властью очевидно. Но нет, спикера Вячеслава Володина это не убедило. Вам опасно работать в Думе? Если да, то меняйте работу, сказал он одной журналистке в среду, 7 марта. Он также ясно дал понять, что он не верит журналисткам, выступившим против Слуцкого, потому что одна из них – грузинка, другая работает на иностранную информационную организацию, а третья – на антикремлевский телеканал. История произошла на пике предвыборной кампании. «Это может восприниматься как попытка дискредитации», – сказал Володин. «Та предвыборная кампания, о которой упомянул Володин, представляет собой откровенную попытку обеспечить Владимиру Путину четвертый президентский срок. Ни один из его противников, тщательно отобранных Кремлем, не сможет набрать более 15% голосов». Слуцкий, член прокремлевской либерально-демократической партии, никак не связан с этой предвыборной кампанией. Обвинительницы Слуцкого столкнулись с невероятно враждебным отношением. Частовые депутаты, несправедливые комментарии в прессе и отсутствие поддержки со стороны широкой общественности, которая в принципе сомневается в том, что женщинам стоит жаловаться на что-то, если только это не изнасилование. Однако власти большинства западных стран отнеслись к обвинениям этих женщин очень серьезно. В России не существует закона, в котором давалось бы четкое определение сексуальному домогательству. Существующие нормы, которые запрещают шантажировать и угрожат людям для того, чтобы добиться с ними сексуальной близости, не выполняются из-за господствующей в России культуры возложения вины на жертву из-за того, что доказать подобное довольно сложно. В худшем случае Слуцкому может грозить выговор от комиссии Госдумы по этике. Но нет никаких сомнений в том, что Слуцкий не собирается раскаиваться, потому что он знает, что большинство его коллег, даже коллег женщин, на его стороне, а не на стороне его обвинительниц. Пока женщинам в России стоит быть готовыми к сексуальным домогательствам со стороны влиятельных мужчинок резкой критики в том случае, если они попробуют об этом рассказать. Но российские женщины не хотят мириться с таким положением вещей, и неважно насколько враждебна система по отношению к ним. Они продолжат рассказывать о домогательствах, и когда-нибудь для них наступит лучший момент решетками-то. Возможно, России он нужен больше, чем любой другой западной стране.